Привет всем! Тревожное расстройство, которое генерализованное, которое достает неделями, месяцами, годами, десятилетиями, когда наваливается переживаниями, страхом и вызываемыми ими разного рода соматическими нарушениями тоже, наиболее часто со стороны сердечно-сосудистой системы. Например, проблема серьезная, и решать ее надо. Самый важный подход при тревожном расстройстве, конечно же, разного рода психотерапевтические техники, а также восточные практики, те же, например, йога и пилатес. Одной из наиболее эффективных психотерапевтических практик является когнитивная поведенческая терапия. Но не всегда этими мероприятиями проблему решить до конца удается, и периодически приходится принимать лекарственные препараты. Лекарственных препаратов много, самых разных. Однако эффективность их, с одной стороны, недостаточно высокая, и с другой стороны, использование чревато серьезными побочными эффектами. И вот интереснейшая новость. Я представляю вашему вниманию вот эту публикацию. В ней говорится о научно обоснованной фармакотерапии генерализованного тревожного расстройства с использованием агомелатина. Что же такое агомелатин? Агомелатин, вот, вы можете видеть в Википедии, то же самое вы найдете и в инструкциях к этому препарату, что это атипичный антидепрессант, который рекомендуется использовать при эпизодах большой депрессии взрослым пациентам. Однако, оказывается, этот препарат эффективен не только при депрессии, но и при тревожных расстройствах. Вот здесь я обратился в PubMap, и вы можете видеть на графике слева, что интерес к этому препарату при тревожных расстройствах стартует в 2008 году, и в последние годы наблюдается повышение интереса к нему. Опубликованные работы показывают высокую эффективность этого препарата. Спрашивается, как он используется при тревожных расстройствах, оказывается точно так же, как и при депрессивных по 25 мг перед сном. Противопоказаний немного. Препарат замечательный. С одной стороны он антисеротониновый, а с другой он промелатониновый, и в результате снимает разного рода тревожное настроение, и с другой стороны оптимизирует суточные биологические ритмы, что является дополнительным фактором повышения эффективности его использования при тревожных расстройствах. Так что, если проблема есть, и справиться с психотрепотическими тактиками до конца не удается, в трудные моменты обратите внимание на этот препарат. Здесь же на слайдах я вам даю фирменные названия, с которыми он продается в аптечных сетях Украины и Российской Федерации. Кто вооружен, тот защищен. Берегите себя и будьте здоровы! Продолжение следует...